всем привет и добро пожаловать в этот пятничный завершающий неделю выпуск news блока крипто на канале крипто комманс за пять будничных дней мы изрядно устали поэтому без лишних слов сразу к делу и так сегодня в выпуске майнинг сша достиг рекордного потребления всего электричества страны мировая экспансия bybit теперь в гонконге конец легенды битбой крипто все и завершит наш выпуск обзор рынка вместе с криптозорусом оставайтесь с нами и так согласно отчету биткоин майнинг в сша занимает от 60 до 2 и 3 десятых процентов всего потребления электроэнергии управление энергетической информации сша и ай ай опубликовал отчет в котором подробно описала количество электроэнергии потребляемой индустрии майнинга биткоина в стране согласно отчету потребность в электроэнергии майнинг предприятий в сша ежегодно составляет от 0,6 до 2,3 процента согласно этой статистике американские биткоин майнеры потребляют электроэнергии который достаточно для всего штата юта и это явный признак того что майнинг деятельность в сша значительно выросла за последние пару лет а конкретно значительная часть этого роста является результатом перемещения операций по майнингу криптовалют из китая в соединенные штаты после запрета наложенного на этот сектор в азиатской стране кроме того за последние три года довольно много крупных компаний по майнингу биткоина стали в сша публичными открыв свои предприятия в богатых энергоресурсами регионах таких как техас и нью-йорк почему это важно если кратко то собака лает а караван идет но если подробнее то майнинг это фундамент дома под названием биткоин и если фундамент продолжает укрепляться то стройка этого здания открывает все большие и большие возможности она имеет все больший потенциал и все более радужные перспективы конечно в стройке есть масса всего помимо фундамента и именно это все мы и освещаем в наших постоянных выпусках news блока крипто поэтому чтобы всегда оставаться в курсе свежих и актуальных новостей подписывайся на канал и жми колокольчик ну а за лайк комментарий вообще иди об нему стратегический шаг байбит компания подала заявку на лицензию платформы по торговле виртуальными активами в гонконге в своем недавнем публичным заявлением криптовалютная биржа бабе подала заявку на получение лицензии на работу в качестве платформы для торговли в виртуальными активами в pie tipi в гонконге как и других криптовалютных бирж интерес бабит к гонконгу пристекает из доброжелательного отношения региона к криптовалютам а еще гонконг готовится к запуску спотовых криптовалютных торгуемых на бирже фондов или эйти иer более подробно я об этом рассказывал в предыдущих выпусках ньюсблока крипто. И если тебе будет интересно, то ссылку на этот выпуск ты найдешь в описании под видео. Заявка Bybit на получение криптовалютной лицензии в Гонконге соответствует прогрессивной позиции города в отношении торговли крипто. Гонконг готов стать потенциальным хабом для цифровых активов. Как мы и объясняли в предыдущих выпусках, позиция Китая к крипто является осторожной. При этом вторая экономика мира, понимая важность момента, пытается не отстать от текущего мирового тренда. Вот почему Гонконг является тестовой платформой, на которой Китай по всей видимости отрабатывает свои подходы в отношении регулирования и других процессов по крипто. Важным моментом в понимании того, насколько серьезно вторая экономика мира относится к крипто, будет скорость принятия решения по ETF в так называемый китайский сек. Поэтому продолжаем закупаться попкорном и никуда не расходимся. Идем дальше. Преследуемый юристами и нехваткой денег Бен BitBoy Crypto Армстронг закрывает свое ежедневное шоу. Армстронг сказал, что его ежедневное шоу, в которых он обсуждал тенденции крипто, перестали быть финансово жизнеспособными, так как на них уходит 25 тысяч долларов в неделю, и добавив, что тратит около 100 тысяч в месяц на юридические счета. «Ребят, мы едва сводим концы с концами. Адвокаты нападают на меня со всех сторон, а все, кого я знаю, начали меня преследовать», — сказал BitBoy в своем последнем 10-минутном видео. Напомню, что его контент стал хитом среди криптотрейдеров, смотревших канал как в поиске советов, так и развлечений. Это привело к тому, что Армстронг в середине 2023 года создал собственную криптовалюту под названием BenCoin. Это положило началу серии нехороших событий, в том числе раскрытию романа Армстронга с генеральным директором BenCoin и его аресту в доме бывшего делового партнера, двух событий, произошедших в одном и том же стриме. Вывод здесь очень простой — не делай другим гадостей. Ведь все разговоры Бена о том, что он защищает твои интересы, пользователь, он борется ради тебя, конечно же являлись полной ерундой. Бен всегда преследовал лишь одну единственную цель — заработать. Но зачастую в жизни наступает момент, когда приходится платить по счетам. И похоже, что именно этот момент и настал у Бена Армстронга, известного как BitBoy Crypto. Кстати, дорогой зритель, ранее называвшийся YouTube-канал BitBoy Crypto теперь вещает под другим названием, пройдя ребрендинг из-за всей этой ситуации. И завершает наш выпуск аналитикой ситуации, происходящей на рынке крипто от нашего старого знакомого Джорджа Танга, более известного как CryptoZarus. Джордж, ведь ты помнишь, что сегодня пятница? Поэтому, если можно, кратко, но понятно. Спасибо. Не вопрос. Вкратце об ETF. Общая картина заключается в том, что 3,3% всего объема биткоина уже удерживается этими управляющими финансами менеджерами. Поэтому шок предложений, как я уже говорил, постепенно готовится. Ведь мы помним, что цена — это зависимость спроса и предложения. Спрос, очевидно, идет вверх, а предложение, очевидно, идет вниз. По мере нашего движения в сторону халвинга, которое уже случится менее чем через три месяца. Вот такие дела, вот что происходит. Но что еще происходит очень быстро? Дело в том, что есть несколько китов, очень и очень больших китов, закупающихся на битмакс. И картина в итоге выглядит вот так. Не совсем понятно, но вы видите здесь красное, вот прям здесь. Это чистый приток и отток с бирж. И он экстремально сильно находится в минусовой зоне. И само по себе это не особо чего значит. Может быть это просто совпадение, а может быть какой-то из китов взял и конкретно закупился. Так что в чем дело? Но если мы приблизим картинку и посмотрим на битмакс более внимательно, то увидим, что в те моменты, когда происходили значительные оттоки, по каким-либо причинам, киты любят битмакс, то увидим, что в эти моменты массивного оттока, вот что происходит с биткоином. Биткоин начинает расти невероятными темпами. Так что, возвращаясь к моменту коронадампа марта 2020 года, мы видим вот это. Затем мы видим сразу после халвинга, момент когда биткоин действительно взлетел. Мы видим это, в общем, в 2022-м. Были большие красные всплески, а биткоин рос. И мы видели это в октябре, когда биткоин реально начал расти в 2023-м. И мы только что это снова увидели. Совпадение? Не думаю. Скорее это предшественник чего-то большого, которое вот-вот произойдет. Джордж, дружище, большое тебе спасибо за такую порцию позитива в этот пятничный вечер. Очевидно, что мы с вами на пороге чего-то большого. Но насколько оно будет хорошим, в большей степени зависит от нас с вами. Ведь даже в растущем рынке можно и шортить выгодно. Главное не терять голову, и тогда все будет хорошо. На этом я с тобой прощаюсь, дорогой зритель. Надеюсь, тебе контент понравился. И если да, ты знаешь, что нужно сделать. Желаю тебе отличного трейдинга, прекрасных выходных и до встречи в понедельник. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok